Друзья, всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор своего участка и дома. Давно я вам обещал такой видеоролик, завтраками вас кормил, но в руки никак не доходили. Поэтому сегодня в такой замечательный солнечный день я все-таки созрел для того, чтобы сделать для вас обзор. Надеюсь, для кого-то это видео будет полезно, потому что многие из вас строятся, может быть, что-то подглядите и получите какой-то опыт. Начнем обзор с парковки. Так, здесь вот у меня гостевая парковка на несколько машин. Возле забора идет такое отделение. Тут растут у меня сосны, кора, стоят цветочки непонятные. С этой стороны небольшой участочек такой же, с цветочками, соснами, корой, почтовым ящиком, номером дома. Здесь у меня видеозвонок. На кнопочку нажимаешь, сигнал идет на телефон, специальное приложение. здесь стоят вот такие вот датчики с этой стороны и с той, чтобы, если ворота будут закрываться, какая-то машина стоит, чтобы они не закрывались. Как вы видите, по периметру у меня идет деревянный забор и сухой строганый доски 140 на 20, который покрашен в серый цвет. Участок у меня примерно 14 соток, ну, около 14 соток. Давайте прям начнем, наверное, с забора. Первое. Забор. Сухая строганая доска 140 на 20, покрашенную в серый цвет. Качество краски можете смотреть вот здесь. Перекрашивали его уже несколько раз, но покраска – это, короче, геморрой. В целом он смотрится нормально, но каждый год специально обученный человек приезжает, из кисточки проходится, подкрашивает какие-то непонятные участки. Вот. В целом, не особо меня это напрягает, но, короче, деревянные, деревянные какие-то сооружения, их постоянно приходится подкрашивать. Как там ни красть, как ни делай, все равно. То есть, в любом случае, нужно будет подкрашивать. Поэтому, если у вас есть что-то из дерева, то морально нужно быть просто к этому готовым. Мы, когда с женой решали, какой у нас будет забор, я ей говорил, что постоянно будем подкрашивать. Нет, вот мне нравится деревянный, хочу деревянный забор. Ну, сделали деревянный забор, теперь постоянно занимаемся непонятным геморроем. Здесь, вот видите, идет такая плетенка через металлические столбы. Здесь он идет плетенкой, но уже встык, как бы, ну, не плетенка, видите, она идет в шахматном порядке. Здесь вот и перекрывает, чтобы не было видно дырик, перекрывает следующая доска. Здесь вот плетенка именно в плане того, что она огибает металлические столбы. Вот эта сосна выезжает на дачу 15 километров отсюда. У меня есть дача 14 соток, не, 14-12 соток в лесу. И вот этот вольер тоже переедет туда. Он уже несколько раз переезжал по этому участку с одного места на другое. Сейчас он, видите, такой весь кривой, потому что его манипулятор туда-сюда поднимал. Вот, сейчас мы его будем уже перевозить последний раз. Здесь вот у меня песик, он уже старенький, ему 11 лет, по-моему. Руфер, иди сюда. Жарко. Песику. Сейчас на улице у нас в Москве жара. Здесь вот росла сосна, ее меняли тоже здесь уже несколько раз. В итоге мы решили вообще убрать. Может быть, это из того, что собачка у нас писает, может быть, из-за мочи. Но почему-то все вот эти вот растения, которые есть, они нормальны, все время страдала вот эта сосна. Такая вот загадка непонятная. Не знаю, если кто-то знает, в чем причина, напишите в комментариях. Вот эти сосенки маленькие, они очень медленно почему-то растут. Вот эти вымахали уже так более-менее нормально. Здесь вот тоже такие небольшие сосна. Что касается плитки. плитка у меня я ее называю армянский вариант. Я думаю, вы примерно понимаете, почему она так называется. С этой стороны видите, она идет чуть темнее. Выглядит она вот так вот. С этой стороны светлее, хотя брали у одних и тех же. И выглядит она, если смотреть, вот так вот. скорее всего она не набрала прочности, а может быть потому что мы сюда заезжаем на шипованной резине и она не выдерживает таких вот нагрузок. Короче, мы приняли решение, что плитку будем менять. Общую площадь у нас 200 квадратных метров, если посчитать ту парковку, вот эту парковку и все переходную зону. Чтобы у нас все было в одном стиле, но решили, что не будем, вернее, что будем менять не быстро, это через год, через два, когда наберемся энергии из космоса, потому что строить, конечно, такое дело, во-первых, грязище опять эту разводить, а второй момент затратный, ну, то есть финансово, если брать нормальную плитку, она нормально строит. Вот эту плитку мы, по-моему, покупали рублей по 500 или по 600 за квадратный метр. Сейчас мы уже рассматриваем более такие дорогие варианты, они там стоят и полторы тысячи рублей, и две, и три. Дальше, что касается автополива, вот видите, у меня есть такие бухты, их у меня несколько штук, сейчас дальше пойдем, я вам покажу. Водяные розетки, давайте, наверное, с них начнем. вот такие водяные розетки, вот она еще одна бухта, вторая, третья, сзади дома четвертый, блин, по-моему, четыре или пять штук у меня таких вот бухт. Вот, соответственно, вот что такое водяная розетка? Это вот такой вот кранчик у меня здесь, он идет вот сюда вот, сейчас этот шланг подходит вот к этому жирафу, чтобы воду заливать, и чтобы детям было веселее, потому что они под этого жирафа встают и брызгают все. Сейчас отключим ее. В бассейне вода, видите, такая зеленая, поставили вот такой вот фильтр, прикольная штука, стоит пять тысяч рублей, хватает на мой объем, у меня шесть кубов в бассейне, стоит пять тысяч, на шесть кубов хватает на полтора месяца. Вода, вот мы его вчера закинули, уже начинает отбеливаться, то есть прикольная вещь. По отзывам люди говорят, что с точки зрения вот этой зеленения воды, это лучшее, что было придумано, для того, чтобы вот этой зеленения не было. Стоит у меня на таком вот подиуме, подиум из доски, обычно тоже постоянно ее перекрашиваем. Каждый год специально обученный человек подкрашивает забор, подкрашивает вот этот вот подиум. Что касается дорожек, дорожки идут вот такие вот плиты с небольшим шагом и по периметру засыпанно щебнем. В принципе, такой вот вариант даже очень мне нравится. Здесь вот у меня стоят электрические столбы, то же самое с той стороны. Когда потемнеет, включу разные зоны вам по отдельности, покажу, что нам дает свет, ну какое ощущение. Тут, кстати, вот шары еще. Там вот, в той зоне дальше я вам тоже покажу, у меня шары. Ну какое ощущение дает свет вообще, восприятие в участке, насколько сильно он меняется, когда становится темно. Вот я вам сегодня это покажу. Дальше стоят вот такие вот форсунки, это автополив. Автополив у меня вообще разделен на четыре зона. Первая зона это идет по периметру, по всему участку вот такая вот коричневая труба, это капельный автополив и форсуночные вот такие вот форсунки, да, которые обрыскивают газон. Первая зона, дальше где бассейн, вторая зона и там где дон, третья зона. То есть очень удобно, автополив вы можете ставить и по времени, там например ночью и там утром можно когда заходил тогда включил. То есть это очень удобно, не надо бегать со шлангом и газон поливать. Но как бы есть нюансы, для этого нужно нормальное количество воды. Дальше зона, ну это уже территория, которая находится возле моего дома, это такая терраса открытая. С этой стороны здесь садовая мебель, портал, потом покажу, он открывается, он поворотно-откидной, не поворотно-открывающийся, вот сейчас он в поворотном состоянии находится. Вот, но я вам потом покажу, как он работает. Такая терраса, террасная доска. Очень капризный материал, по крайней мере, вот этого производителя. Раз в неделю жена ее, как бы это помягче сказать, старается очистить, но все равно у нее есть небольшие артефакты в виде каких-то пятен, кто-то что-то просыпал, кто-то что-то пролил, дети бегают. Короче, материал такой, пока я не понял, нравится мне она или нет. Здесь вот у меня зона барбекю, есть несколько таких элементов, которых мне нравится готовить, тандыр, вот такой вот гриль керамический, классная вещь, с термометром, термометром, понятное дело, что он продается отдельно, вот этот термометр прикольный, стоит, по-моему, 11 тысяч рублей, у него есть 4 щупа, есть приложение на телефоне, показывается температура, которая у нас есть в этом керамическом гриле и дальше показывается температура щупа. Щуп вставляется, например, если вы делаете стейк в середину стейка и у вас показывается температура, которая находится внутри мяса. Это очень удобно, можно приготовить реально, ну, не пересушенное, там, или недосушенное мясо. Здесь вот у меня, раньше, здесь был деревянный, вот такой вот каркас, каркас-стол, деревянный он весь развалился, короче, мы решили сделать металлический, сейчас это вот металлический каркас и на нем керамическая плитка, очень удобно, здесь вот у нас подходит вода, вот, вода течет, вода здесь только холодная, в следующем году будем подводить сюда еще и горячую воду, потому что без горячей воды, конечно, это не очень, не очень, не очень удобно. Здесь казан, казана у меня два, один казан, второй казан и газовый гриль. По вечерам мы иногда сидим вот здесь, вот это такое лобное место, из натурального камня выложили подставки под кресло и из этого же натурального камня мы выложили подставку под чугунную костровую чашу и сделали вот такие вот столики. Костровая чаша фирмы Костровила, вот с таким вот кольцом, иногда мы на нем готовим, то есть полностью очищаем это все уксусом, доводим его до хорошего состояния, протираем на типа фейре, вот отмываем, и вот на этом чугунном кольце можно что-то готовить. Вот так это смотрится у нас без вот этой крышки. Так, закрываем. Дальше. Это сарай, это мой офис, такой домашний, ну офис-кабинет, потому что дома что-то сделать с тремя детьми, это нереально. Сейчас тут у нас будет евро-ремонт, пока не очень. Там убрано. Вот здесь вот я иногда работаю. Дальше. У нас здесь площадка, такая спортплощадка. Тут я иногда занимаюсь. Гири, батут, турник, брусья, пресс можно качать. С этой стороны у меня давайте я вам тут тоже покажу. Там вот помощник убирается. Дом смотрится вот так. Здесь поглажки с водой. Так, как бы вам ее показать? Наверное, не получится. Короче, здесь большие баклажки с водой. В них вода. Если нужно улицу поливать, то, соответственно, вода берется отсюда. Внутри, когда я покажу котельну, там стоит насос, который эту воду, когда ты воду включаешь, он начинает эту воду прогонять по системе. Здесь вот такая штука, куда трава, которая на газоне, мы ее сюда закидываем. А потом жена ее берет на следующий год эту траву, перегной, и закидывает вот у нее здесь, если посмотрите, такой вот огород. Сюда в огород, туда, чтобы типа, ну, короче, нейтрализует таким образом газонную траву, переводим ее в перегной, для того, чтобы вот это лучше росло. Вот. Конечно, она воняет, но она сейчас вот придумала средство какое-то, нашла в интернете где-то, ты его туда добавляешь, и, короче, запаха нету. Ну, вот она сделала себе такой вот небольшой огородик. Здесь у нас вода, и горячая, и холодная. Идет она у нас вот отсюда. Так, тут у нас закрыто. Так, одеваем. Короче, здесь вот, вот эта горячая, не, вот эта холодная вода, вот эта горячая вода, вот эти шланги идут вот в эту раковину. вот здесь, когда она что-то делает по огороду, можно руки мыть и горячей, и холодной водой. Вот эта штука вот так вот крутится. Короче, прикольный смеситель. Вот. Это у нее такая зона отдыха, зона релакса. Здесь одровник. Если посмотреть с этой стороны, то это выглядит вот так. Дом у нас обшит фиброцементным сайдингом кедрал. Офигенный материал. Вообще с ним ничего не происходит. Серые, ну такой сероватый цвет доски и белые углы и обналичка. Цоколь у меня сделан из доски. Прикольно смотрится, но тоже надо будет периодически подкрашивать. Здесь щебень, здесь непонятно чего, здесь плитка, щебень, тут вот это уже моя зона, банная зона, здесь банный чан, недавно я себе приобрел вот такую купель. Либо из чана вылазишь в купель сразу, либо из бани. Вот тут у меня раньше не было окна, теперь есть окно. Я полностью недавно переделал свою баню, сейчас сойдем в дом, я вам покажу. Вот такое симпатичное окно, которое смотрит на эту сторону и в чане. Холодненькая вода, сегодня пойду в баню, буду заныривать туда. Здесь тоже вот такая зона. Вечером, короче, когда будет темно, я вам включу по зонам, покажу какая зона, как влияет на освещение. вот. И возможно здесь, вот здесь вот, частично мы вот это вот все уберем и поставим сюда такой купол, чтобы можно было с детьми, чтобы можно было с детьми тусоваться. Сейчас мы зайдем на террасу, я вам покажу. у меня есть такое место, где мы с детьми любим спать, смотреть на звезды, вот. Видите, тут такие качельки, раз, два, три, и вот такая вот подушка кровать, на ней мы спим с детьми. Вот так это смотрится. Так, заходим в дом. Значит, в доме у меня вот такая вот котельная, бойлер 300 литров, горячая вода, выставлен на 55 градусов. Так, 55 градусов, да, вот видите, фильтра стоят. Это система отопления у нас уже пошла, электрика и видеокамера, интернет. У меня везде вставит камера. Вот камера раз, вот там вот тоже камера, вот там вот тоже камера, там и с той стороны на углу и на доме. Несколько камер еще висит. В доме тоже все в камерах. Давайте зайдем в дом. В доме тоже камера. Так, там камера, там камера, в том тоже камера и у детей тоже, у маленьких детей тоже камера. вот он. Это уже дом непосредственно. Гостиная, кухня, значит, коты. Вот эти котики, они все время ходят вместе. Черный-белый кот, как и не я. Ориентальная порода. Так, ну, давайте зайдем сюда. Значит, здесь это прачка, сушильная, стиральная машина. Здесь тоже у нас вода. Сверху адаптивная система вентиляции Хлоссбокс 3. Очень классная штука. Всем рекомендую делать в доме вентиляцию. Если посмотреть вот отсюда, ну, зона уборки здесь, пылесос, какие-то швабры, веники. Здесь небольшая гардеробная зона. Тут у нас обувь, тут какие-то футболки, шорты, штаны, носки. Здесь у нас коридор. Два шкафа, для одежды зеркало здесь, зеркало у нас здесь, санузел, встроенный у нас унитаз, раковина, зеркала, по освещению у нас вот так это смотрится, то есть у нас свет снизу, свет вокруг зеркала, вот такие вот светильники, вот такой вот свет здесь. Так, выключаем. Дальше идем на кухню. Из кухни интересное, что первое, смеситель. Мне очень нравится вот этот смеситель. его можно вот так вот снимать, вот то есть можно вот так вот промывать. Дальше нажимаешь так, он уже капает как душ. Горячая холодная вода, это у нас фейри, вот встроено, видите, нажимаешь, это у нас мыло, то есть можно и сразу посуду помыть, и соответственно руки помыть. Встроенная в столешницу, столешница, как она называется, не мраморная, керамическая, не помню, как она точно называется, но вот она идет целиком. Столешницу мы уже один раз поменяли, нам посоветовали, кто нам кухонную мебель делали, из ДПК, по-моему, короче, какой-то из такой деревянной стружки, вот, но мы, короче, решили вот такую взять, монолитную, и о чем нежели белого цвета. Что касается плиты, у нас стоит электрическая плита, поставили мы ее по двум вещам, первое, это то, что газовую трубу тогда нужно было тянуть по фасаду, с задней стороны, вот, с задней стороны, я должен был ее вытащить вот сюда, вот, то есть, это визуальный вид какой-то, вот эта визуальная труба, которая мне не очень нравится, и второй момент, это по вентиляции, то есть, если у вас что-то связано с газом, значит, это должна быть естественная вентиляция, а естественная вентиляция, это, ну, на мой объем вот этого помещения, это значит какая-то неимоверная четырехсотая труба, поэтому, чтобы не заниматься вот этим геморроем, не тащить трубу, и не ставить вот эту неимоверную трубу вентиляционную четырехсотую, мы решили просто поставить электрическую плиту, и теперь у нас проблем с вентиляцией стоит вот решетка вентиляционная, это адаптивная система вентиляции, которую в прачке видели вы ее, вот у меня есть на эту тему отдельный ролик, вот сюда вот я его закреплю, можете посмотреть, дальше, здесь вот у меня из интересного кухонная вытяжка, называется тихая кухня, дает она две фишки, первый свет, и второй она тянет воздух, соответственно, вот сейчас я ее включил, она работает на четвертой скорости, это самое громкое, вот, называется она тихая, потому что в самой кухонной вытяжке вот здесь вот мотора нет, мотор находится на крыше, вот сейчас вот она работает на первой скорости, звук ее вот такой, вторая скорость, третья скорость, так, третья скорость и четвертую скорость, ну, четвертая скорость случится, но мы готовим вот всегда на второй скорости, так, отключаем ее, второй скорости хватает там за глаза, дальше, а, из таких прикольных это духовка с парогенератором, вот сюда заливается водичка и можно готовить как бы с увлажнением какую-то еду, такая духовка, вот, в принципе, вещь прикольная, дальше заходим сюда, здесь я ее называю спа-зона, потому что у меня здесь бана, джакузи, беговая дорожка, здесь я зимой занимаюсь с гирями иногда, стоит камин, полностью переделанная баня, вот такое зеркало и пульт от банной печки, давайте по порядку, значит, вот эта джакузи, я вообще против нее, такая джакузи, джакузи, ванна, ну, мне она не нравится, но жена говорит, тебе не нравится, а детям нравится, поэтому пускай она будет здесь стоять, ну, что тут можно еще сказать, вот такие вот окна большие, здесь вот выход сразу можно выйти, ну, в купель после бани или в банный чан, светильник, торшер, камин, раза три или четыре моего за зиму утопили, на камине есть вот так, где они, где они, вот такие вот артефакты, обрезаю трубы, вот так это смотрится, здесь вот вентиляционные клапана приточенные, такие вот светильники, с этой стороны мы сделали для котов вот такие вот лазилки, чтобы котам тоже было весело, что касается бани, значит, сейчас я вам все покажу, значит, вот это пульт, на пульте есть две температуры, вот это температура камней, вот это температура помещения, вот такая вот печка, печка сангенс, закрытая каменка, вот эти вот камни сверху, они такие декоративные, ну, конечно, они горячие, понятно, но не прям суперсильные, очень сильно нагреты камни, которые находятся внутри, температуру камня, сейчас, если мы посмотрим сюда на пульт, 560 градусов практически, вот, с помощью этого можно получить мелкодисперсный пар, сейчас я вам покажу, у меня здесь лежат две колонки, чтобы музыка играла, давайте мы сейчас включим, я вам покажу, так, как она играет, тут у меня висит старый айфон, сейчас мы зайдем, зайдем в ютуб, так, и когда мы паримся, мы включаем музыку, колонки Huawei, в том, ну, приколок в том, что они синхронизируются и работают одновременно, то есть у нас получается такой стереозвук, вот они обе сейчас работают, и, соответственно, когда мы паримся с семьей, мы включаем эту музыку для того, чтобы максимально получить релакс, вот эта штука, это полок, полок у меня один, высота его 70 сантиметров, сделан он специально для того, чтобы комфортно было человеку, который парится, либо я, либо я жену парю, положили такой вот матрас, чтобы удобнее было лежать подушку под ноги, подушку под, как его называется, под голову, здесь вот окно, окно находится над головой, то есть, когда человек перепаривается, когда ему уже становится плоховато, открывается окно, оно поворотно-откидное, и, соответственно, идет приток свежего воздуха, полностью сделали плитку, почему, потому что жена у меня чистюля, вот, и когда я парился с натуральными вениками, от натуральных веников уходил сок, выделяется сок, соответственно, вагонка, которая у нас здесь была в парной, она вся загаживалась, и поэтому париться либо с искусственными вениками, либо без веников, это, конечно, такое себе удовольствие, поэтому мы приняли полностью переделать баню, ремонт сделали в ней недавно, поменяли отделку, и вот здесь вот, вот в этой части у меня была стена отдельная, то есть у меня был отдельный душ, и отдельное парное помещение, вот, мы решили эту перегородку убрать, и сделать целиковую вот такую стеклянную стену, и целиковое такое место сделали, разуклон плитки, чтобы вода вся стекала вот сюда, и теперь у меня здесь в самой полпарной есть вода и холодная, и горячая, здесь вы покажите, видите, такой прикольный смеситель, показываем температуру, горячая, холодная, вот, которая работает и лейка вот эта льется, и, соответственно, вот эта вот душ тоже работает, здесь у меня шампуни, проверяем, как они не испортятся в жаре, потому что сейчас 60 градусов, конечно, видите, даже вот этот наклейка уже начинает отслаиваться, посмотрим, если, конечно, они будут портиться, то отсюда их будем убирать. Так, печка Сангенс, ну, температура помещения у нас 60 градусов, и самое прикол, то, что в этой печке есть, это мелкодисперсный пар, за счет того, что в ней температура камней 550 градусов, сейчас я налью сюда кипятка, кипятка, Видите, я залил несколько ковшей, сразу температура упала, сейчас температура 530 градусов, то есть, грубо, 3-4 ковша, когда заливаешь, камни охлаждаются, да, дают большое количество пара. Для семьи вот эта 9-киловаттная печка хватает за глаза, я здесь иногда парюсь с друзьями, то есть, вот если пропариться втроём, то 9-киловаттной печки вот на такой объём помещения спокойно хватает, то есть, именно по мощности вот этого пара. Размер у меня получается где-то 3, вот этой общей парной, которую вы сейчас видели, где-то 3,20 на 1,90 м, ну если 3,20 на 2, это получается у нас 6,40, ну где-то может быть 6,20, ну допустим, если округлить 6 квадратных метров, вот на 6 квадратных метров 9-киловаттной печки хватает за глаза, это хорошего парения, там 2-3 человека, 100% хватит. Производитель говорит о том, что температура вот эта вот, 532 градуса, не должна опускаться, ну раньше была 400 градусов, в последний раз я слышал 460 градусов, чтобы она хорошо работала, да, чтобы была хорошая пара, вот минимальная температура 460 градусов, я ставлю на 550 градусов, это максимальная температура, которую можно выставить здесь и соответственно при такой, при такой температуре ко мне я парюсь, вот, что касается бани, примерно понятно, дальше идем, ну здесь вот у меня диван, телевизор, домашний кинотеатр, кстати вот приехал манипулятор, сейчас будут загружать вольер, собаку перевозить на дачу, дальше идем, это наша спальня, телевизор, тумбочки, прикроватная, здесь вот жена красится, свет, и еще есть свет у нас снизу кровати, у нас кот пришел, без него никуда, где свой нос уйдет, много у нас вот таких вот розеток, то есть удобно, ну сразу она идет как USB, и такая розетка, и USB, так, здесь такая розетка, здесь одна розетка такая вот, так, а другая розетка под USB, здесь, по-моему, вот тоже, то есть, ну много где розетки такие есть у нас, дальше лестница это металлический каркас, вот такие вот ступеньки, и сами варили, здесь вот потоньше, здесь потоньше, потолще, здесь у нас зона для котов, тут они кушают питвода, поднимаемся наверх, сверху идет мансардное окно, которое дает свет вот в это пространство, здесь вот гамачок для котиков, поднимаемся наверх, здесь вот такая зона, зеркала и комната, это комната сына, мансардное окно, свет, тоже самое под кроватью, так, такое освещение, и под кроватью тоже есть освещение, такие же розетки USB, телевизор, компьютер, если вот сзади посмотреть, так, здесь не видно розетки, короче, везде у нас выведена интернет розетки, под телевизор отдельно, под компьютер выведена интернет розетка отдельно, это я считаю, что нужно делать обязательно для того, чтобы вот тут вот видите розетки, разные, и самая правая розетка, вот она интернет, чтобы максимальная скорость интернета была, здесь вот, типа стрим такой небольшой студии у него, фотоаппарат, свет, микрофон, наушники, компьютер игровой, ну и тумбочки, так, а еще вот эта лона тоже иногда, он ее включает, по-моему, не помню, отсюда можно ее включить, а, вот отсюда ее, по-моему, можно включить, вот видите, луна горит, у нее пультом можно менять освещение, тоже такой дополнительный светильник, идем дальше, здесь комната младшей дочери, вот так у нее тут все сделано, тоже висит телевизор, освещение, причем, видите, раз нажимаешь, разные цвета, желтый, белый, непонятный цвет, ну, все, короче, в едином стиле сделано, у всех детей, эта комната старше, тоже самое стол у нее тут, шкаф, телевизор, так, следующее, здесь ванная комната с цветами, душ, тут тоже мансерное окно, большое окно, зеркало, цветы, ванна, так, и здесь у нас гардеробная одна, и вот эту часть мы изначально не планировали, но решили сделать тоже из нее такую гардеробную, большое место, в принципе, почему бы и не использовать, потому что вещей много, вот это все, все вот эти чемоданы, это все вещи, так вот, если, грубо, этого помещения нету, куда их девать, непонятно. Так, что касается кондиционеров, в моем доме пока не стоят кондиционеры, в принципе, я бы не хотел их ставить, кроме двух комнат, у меня вот детские комнаты, сына и младшей дочери, вот, а так как у них вот эти вот большие окна, видите, окна большие, через них летом, вот эта сторона южная, идет сильный перегрев, то есть солнышко светит, тепло проходит через окна, и в помещениях становится жарко, если вот здесь, вот в гостиной, помещение большое по кубатуре, и оно супер быстро не нагревается, в принципе, нормально, вот сейчас температура у нас здесь 24 градуса, для меня, в принципе, это нормальная температура, то есть мне, ну, я это не ощущаю, как жару, то на втором этаже там температура достигает 35-40 градусов, и там, как бы, конечно, в идеале ставить кондиционеры, ну, хотя, если отталкиваться не от меня, а отталкиваться от жены, от старшей дочери, то, скорее всего, кондиционеры мы будем ставить везде, на весь дом, потому что им то холодно, то жарко, короче, им не угодишь, поэтому кондиции, скорее всего, будем ставить на весь дом, а так, в целом, если по ощущениям, то мне комфортно во всем доме, кроме двух помещений, именно из того, что вот такие большие окна, зимой они работают хорошо, они реально хорошо держат тепло, у меня дом отапливается только теплым полом, вот эти батареи у меня их, вот одна батарея, так, одна батарея, в бане такая же батарея, и небольшая батарея у меня вот здесь вот в прачке, то есть ночью, ой, ночью, зимой они у нас отключены, вообще не работают, то есть теплого пола хватает за глаза, дом отапливается получается только теплым полом, идет контур, который у нас, ну, обогревает основной пол, и отдельная зона, которая идет у нас под окнами, вот, а летом, летом окна работают не очень хорошо, если мы говорим про южную сторону, через окна идет сильный перегрев, и, соответственно, это надо ставить либо солнцезащиту со стороны улицы, либо надо ставить кондиционером, поэтому с учетом того, что в моей семье есть не только я, еще жена и дети, вот придется, наверное, скорее всего, ставить их на весь дом, вот как-то так, в целом, небольшой такой обзор своего дома я сделал, если есть у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях, надеюсь видео будет полезно, коты просят есть, вот видите, так, друзья, обещал вам показать освещение свое, вот сейчас вот смотрите, видите, выключенные столбы, выключен свет, который у меня на доме есть, смотрится это вот так вот, полная темень, это первый дубль у нас, когда темно, ничего не видно, только вот такие вот огонечки, которые работают, то ли, а, нет, хотел сказать о аккумуляторах, на самом деле вот, они подключены в сеть, не получилось вас обмануть, дубль номер два, вот так вот выглядит освещение на доме, если мы подключаем средний вариант, так вот он подсвечивается, уже, на мой взгляд, намного интереснее, то есть не идем дальше, с обратной стороны у меня есть точно такие же фонари, это смотрится вот так, и с задней стороны дома это смотрится вот так, дальше мы добавили ленту, такой уже более новогодний дом, по периметру видите, как симпатично это смотрится, как контурное такое освещение, пройдемте, так это все смотрится, и с этой стороны, это у нас вот так вот, дальше идем, теперь мы добавили сюда столбы, шары, уже мне кажется намного интереснее, видите, причем, вот эти шары, вообще любые все шары у нас, все столбы, их можно сделать любым цветом, видите, как они моргают, можно сделать голубыми, фиолетовыми, розовыми, разным цветом, белым, желтым, и все вот эти вот фонари, шары, их тоже можно сделать любым цветом, вот так вот, уже видите, освещение более интересно, со столбами, дают они какой-то дополнительный уют, и здесь вот у меня, где банный чан, купель, видите, тоже горят шары, с обратной стороны дома, огородик у нас тоже подсвечивается, тут вообще как днем, лента горит, эта штука у нас горит, и здесь, видите, тоже довольно-таки светло, и вот эта зона освещивается, и вот эта зона тоже подсвечивается, вот так это все смотрится, так, друзья, есть вариант вообще как днем, можно подсвечивать еще вот такую вот, у меня кибитку мою, и это смотрится вообще, ну, очень светло, тут тоже вот эта лента идет, видите, по периметру, вот так это смотрится, еще один вариант, которым мы очень часто пользуемся, это вариант, когда у нас просто включены одни столбы, создается такой интим, скажем, это, я люблю такое освещение, когда я хожу в баню, и не охота, чтобы был яркий свет, здесь вот так вот подсвечивается, вот, этого освещения хватает, чтобы нормально ходить, нигде не споткнуться, и в то же время не бьет по глазам ничего, мне такой свет, короче, очень нравится, вот такой у нас здесь садик, с разными растениями, ну, и последний вид, фонарей, которые у меня есть, видите, здесь вот такие висюльки, и с этой стороны тоже самое, горят столбы, шары, такое вот освещение, то есть выделяем вот эту зону только, а там все тускло, вот так это смотрится, так, и, друзья, автополив, сейчас включили специальную третью зону, вот такая вот форсунка, видите, она поднимается наверх, и разбрызгивает у нас на газон, видите, там и посередине есть, которую брызгают, и здесь вот она крутится, где-то градусов, наверное, на 180, ну, чуть, может быть, даже побольше, и вот весь этот часть, это вот у нас третья зона, есть вторая зона там, где бассейн, и где вот с той стороны сосны растут тоже, газон поливается.